Как однажды президент Владимир Путин сказал, какое-то катастрофическое явление случилось природное. А, ну это раз в тысячелетие. Нет никакого раз в тысячелетие. Если это следствие изменения климата, тогда это будет из года в год еще ухудшаться. Климат, он влияет на всех. И на Сааме такие же, и рядом с нами живут. И тот, кто живет на юге, на Кавказе, и кто на Дальнем Востоке, и кто в Москве живет. На всех. Для коренных народов это становится трагедией. Люди перестают получать доступ к своему питанию. Конечно, от этого будут страдать люди. Вот те самые обычные люди, которые ничего не понимают про изменение климата и думают, о чем? Плюс два градуса, отлично. Во власти везде 70-летние старики, которых не интересует, что будет через 20 лет. Это молодежь, у которых есть свои головы, а никто не хочет слушать вот эту проблему. Зачем же тратить деньги на какую-то там неведомую адаптацию к изменению климата, когда можно эти деньги, грубо говоря, положить в карман? Привет. Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачашникова. И я, Наталья Джампаладова. Привет. В России Конституционный суд впервые в истории зарегистрировал жалобу, связанную с климатическими изменениями. В числе заявителей, экологи, правозащитники, представители коренных народов России. Они недовольны бездействием президента и правительства и добиваются от российских властей исполнения международных обязательств по снижению выбросов парниковых газов, которые ведут к климатическим катастрофам и нарушают права россиян на жизнь, здоровье и благоприятную окружающую среду. Сегодня мы попробуем разобраться в том, что общего, например, у жары в Москве, с паводком в Оренбурге и лесными пожарами в Бурятии. С тем, почему повышение температуры на планете всего на 2 градуса может привести к необратимым последствиям для окружающей среды и кто пострадает в первую очередь. И почему российские власти ведут себя так, словно изменение климата их не касается. На эти вопросы помогут ответить гости нашего подкаста сопредседатель экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк, участник эколого-кризисной группы Виталий Серветник, климатический активист Аршак Макичан, представитель народа УДГ Павел Сюлиндзига и представитель народа СААМИ Андрей Данилов. О том, почему вообще возникла идея обратиться в суд и о сути климатической жалобы, рассказывает Владимир Сливяк. Изменение климата на планете – это научный факт. Не просто научно, а это можно наблюдать глазами. Мы видим наводнение, видим волны жары и массу других проявлений изменения климата. И на данный момент существует научный консенсус во всем мире о том, что это именно изменение климата, а не что-то другое, например, не ряд разрозненных событий. А также существует научный консенсус в отношении того, что изменение климата, такое быстрое, как мы сегодня наблюдаем, вызвано деятельностью человечества, точнее, в основном сжиганием ископаемого топлива, то есть нефти, газа и угля, и теми парниковыми газами, которые возникают при сжигании этих видов топлива. Российская Федерация подписала Парижское соглашение, как и почти 200 других стран. И в этом соглашении страны обязались предпринимать различные шаги для того, чтобы предотвратить наиболее патастрофические последствия изменения климата. И претензия к российскому правительству и к российскому президенту состоит в том, что Российская Федерация, несмотря на то, что она подписала Парижское соглашение по климату, не делает ничего для того, чтобы снизить выбросы парниковых газов. Коль уж в России есть уже какое-то климатическое законодательство, и есть эта подпись под Парижским соглашением, то мы требуем от властей выполнить их прямую обязанность. Разработать более эффективное климатическое законодательство, установить более смелые цели по снижению выбросов парниковых газов до 2030-2050 года. Также хотелось бы, чтобы в России появились адекватные планы адаптации к изменению климата. Это не то, чтобы план адаптации предотвратит появление катастрофических событий, но грамотный план адаптации способен сделать так, чтобы по отношению к населению был наименьший ущерб из возможных, чтобы от наводнений люди не теряли свое имущество, не теряли свои дома и так далее и тому подобное. Владимир, уточните, пожалуйста, это Парижское соглашение, о котором вы несколько раз упомянули, Россия подписала когда? Оно было принято в конце 2015 года изначально и в 2016-2017, где-то примерно в это время его Россия также подписала. Ну, прошло чуть меньше 10 лет. Хоть что-то за это время российские власти сделали для того, чтобы снизить выбросы парникового газа? Несколько законодательных актов приняли, какие-то там стратегии разработали, но когда мы смотрим на эти стратегии, там плакать хочется, потому что это все на уровне ведущих стран мира примерно 20-30 летней давности. В России мы видим очень отсталую климатическую политику и видим, что эта политика не ведет к снижению выбросов вообще. А если мы заглянем в другие государственные документы, основополагающие, как, например, стратегия развития энергетики, то мы увидим, что везде планируется не снижать добычу и потребление ископаемого топлива, а наоборот увеличивать. Когда мы у чиновников в прошлом еще, когда могли с ними общаться до войны в Украине, пытались спрашивать, ну где же вообще какие-то действия? У вас же здесь прямо противоположное написано. Они говорили, понимаете, вот мы же собираемся больше угля добывать, но мы его не будем больше сжигать, мы его просто продавать будем. И какие-то вот такие, ну странные, иногда смешные вещи мы слышали от министерств, что показывает только одно, что не только то, что никаких реальных действий на уровне необходимых для сохранения климата не запланировано, но также и то, что российские чиновники в принципе не понимают, о чем идет речь. Те, кто обратился ранее в Верховный суд, сейчас в Конституционный суд, мы думаем, что сам факт подачи жалобы способен в какой-то степени стимулировать все-таки дискуссию, способен в какой-то степени оживить память, что ли, народную о том, что есть изменение климата, о том, что нужно требовать от властей адаптации к изменению климата. Тем более сейчас мы видим гигантские совершенно наводнения, люди теряют собственность, там огромный ущерб. Все это показатель того, что Россия не готова к вот таким катастрофическим проявлениям изменения климата, хотя ученые говорили об этом еще лет 30 назад. Просто государственные чиновники слушать ничего не хотели. Ну и понятно, почему они не хотели. Зачем же тратить деньги на какую-то там неведомую адаптацию к изменению климата, когда можно эти деньги, грубо говоря, положить в карман? Среди тех, кто подал жалобу в Конституционный суд – экологи, активисты, правозащитники и представители коренных народов России. Всего 20 заявителей, рассказывает Виталий Серветник. Довольно важным является то, что это не просто какая-то одна организация обратилась в суд, а это целая широкая, скажем так, платформа активистов. То есть у нас там есть и экологические эксперты, и представители экологических организаций, которые занимаются темой изменения климата много лет. У нас есть, собственно, низовые активисты, представляющие молодежное движение «Frightness for Future» «Пятница за будущее». Также у нас есть представители нескольких коренных народов, которые даже если живут в городах, например, все равно у них связь с традиционным природопользованием, отношения с природой более тесные, чем у любого экологически ответственного, скажем так, жителя крупных городов, например. Поэтому они, безусловно, являются первыми, одними из первоклиматических пострадавших. Ну и также, значит, есть правозащитная организация, потому что экологические права, экологические проблемы, климатический кризис – это тоже права человека. И, соответственно, в целом у нас 20 заявителей, где два заявителя – юридические лица организации и 18 человек – это активисты, но тоже не просто индивидуальные какие-то активисты, а во многом представители тех или иных организаций, групп или даже целых народов. По словам представителя народа УДГ Павла Сюлендзига, острее других последствия изменения климата переживают коренные народы, которые продолжают вести традиционное хозяйство. Подавляющее большинство представителей моего народа продолжает заниматься традиционными видами деятельности – это охота, рыболовство и собирательство. Погода стала более непредсказуемой. Зимы бывают то очень холодные, то, наоборот, посреди зимы там становится тепло и тает, образуются корки льда, которые мешают животным добывать себе еду и прочее. Естественно, это сказывается на численности животных, это сказывается на том, что наши охотники меньше начинают добывать. То есть это один из примеров. Второе – это то, что наводнения становятся очень большими. Всеми этими вопросами нужно заниматься, нужно все исследовать, почему так происходит, почему все больше и больше происходит явление в природе, которое человек не может предугадать. Вся жизнь коренных народов, она зависит от того, что даст им природа. И так как изменение климата сильно влияет на окружающую среду, на природу, первыми, кто сталкивается с этими проблемами, это являются коренные народы. Например, люди, которые не являются подседниками коренных народов, если в тайге нету животных, а в реках стало меньше рыбы, то они просто пойдут в магазины или еще куда-то будут из всего этого выходить. То есть, по крайней мере, с точки зрения продовольствия, это проблема, но она решаемая для них. Для коренных народов это становится трагедией. Люди перестают получать доступ к своему питанию. То есть, в принципе, то, что они добывают, это в том числе сказывается на их благосостоянии, на их семьях, на их детях. Почему коренные народы выделяют в этой климатической повестке, это, наверное, можно сравнить, как, что они находятся на передовой проблеме, связанной с изменением климата. То есть, это не значит, что только на них все это сказывается, но просто это первыми, по которым ударяет все это, являются коренные народы. Именно поэтому про коренные народы в климатической повестке говорят много. Я и присоединился к этому иску для того, чтобы подтолкнуть российское правительство к действиям, а не просто к пустым обещаниям. К риску присоединились и представители народа Саами, поясняет Андрей Данилов. Саами – это не те люди, которые живут в куваксах или в чумах, не выходят из тундры, гоняют на оленях и прочее. Это такие же обычные люди, граждане России. И на граждан России, на коренные народы климат оказывает воздействие. Если я раньше с отцом ездил на рыбалку, на лодке, озеро было чистое, то есть не было там водорослей, и рыба ходила в определенное время, и мы могли спокойно осуществлять рыболовство, сбор дикоросов, то если теперь из-за повышения температуры становится больше водорослей, меньше рыбы, и это влияет на традиционное рыболовство. То есть мы уже рыбу не можем ловить, к примеру, неводами, потому что они забиваются больше водорослей, и озеро становится мельче. Опять мы не можем вести традиционный образ жизни. А что такое традиционный образ жизни? Та же рыба, на которой мы остановились. Это наша генетическая пища. Человек, не получая генетическую пищу, больше болеет раком, у него ослабленная иммунная система, у него нарушается деторождаемость и детовоспроизводство. Вот, это один из тысячи примеров, которые влияют на нашу жизнь. И если лишить представителя коренных народов Северо-Сибири и Дальнего Востока, вот этой вот традиционной связи природы и человека, то он не выживет. Есть сами, которые говорят, мы не хотим быть сами, да, мы хотим быть как все, вот без роду, без племени, но нам так легче, и вот мы такие живем. Есть такие, ну, это же их выбор, а есть выбор людей, которые хотят сохранять традиции, хотят быть такими, какие они есть. И любое государство, в том числе и Россия, понимает о том, что народы нужно сохранять. И мы хотим спасти не только свой народ, и сделать меры такими эффективными, чтобы спасти и другие народы, которые живут рядом с нами. Климат, он влияет на всех. И на Сааме такие же, и рядом с нами живут, и тот, кто живет на юге, на Кавказе, и кто на Дальнем Востоке, и кто в Москве живет, на всех. Мы лишь одна из маленьких составляющих нашего государства. Народ Сааме — 1600 человек. И мы на себе видим, как на нас это влияет. И мы присоединились к этому иску, потому что мы понимаем, что коренные народы могут вместе с другими жителями планеты Земля, ну и в нашем случае государство Россия, сохранить нашу природу. Мы говорим, как коренные народы, о том, как важно для нас сохранить. Экологи говорят с научной точки зрения, активисты другие говорят с их точки зрения. Но цель одна у нас — сохранить нашу планету такой, на которой можно жить. В группе риска оказывается и молодежь, которой непосредственно придется разбираться с последствиями изменения климата, говорит Аршак Макичан. Мы больше пострадаем от климатического кризиса, поскольку основные последствия будут в 50-е годы, 60-е, да, и дальше. Мы, получается, можем потерять возможность на нормальное, безопасное будущее. Поэтому, собственно говоря, в нашем иске роль молодых людей тоже, как более уязвимой группы, тоже важна. И еще, да, действительно, у молодых людей больше доступа к информации, поскольку мы все-таки научились пользоваться интернетом и критически мыслить. И мы читаем не пропаганду российскую, которая отрицает изменение климата и говорит, что вот сейчас теплеет, завтра похолодает. А мы все-таки понимаем, из-за чего это происходит, и понимаем, что мы действительно на это влияем. И поэтому мы требуем от правительства российского реального действия по борьбе с климатическим кризисом, по адаптации к изменению, которые уже сейчас происходят, и реальных действий, а не только подписывание бумажек на международном уровне и отрицание всех этих проблем в России. И тем не менее, большинство россиян разговоры об изменении климата кажутся чем-то скучным, абстрактным и незаслуживающим внимания. Ведь проблем не видно прямо сейчас. Но, по словам Виталия Серветника, бездействие может привести к необратимым последствиям. Причинно-следственные связи не всегда очевидны. Климатическая проблема кажется какой-то глобальной, далекой, что-то там в 30-м или 50-м году, где-то далеко. И не кажется настолько актуальным на данный момент, как та же какая-то горящая помойка, например, или завод, который что-то выбрасывает, или грязная вода, которую видно невооруженным взглядом, можно почувствовать невооруженным носом. Хотя вообще в России потепление происходит чуть ли не в два раза быстрее, чем в среднем по планете. Понятно, что на бытовом уровне это незаметно, поэтому ни вопросы изменения климата, ни вопросы биоразнообразия, например, глобального, они настолько остро не стоят, и людьми не поднимаются. Но, мне кажется, в этом смысле и задача, в том числе экологов, экспертов, пытаться объяснить, что волны жары, необходимость покупать кондиционеры. Во многих крупных городах, там, где 10 лет назад, это, в принципе, не считалось какой-то нормой или необходимостью, тогда, что это все связано с глобальными процессами. Был сделан расчет, который говорит о том, что бездействие России в области климатических действий может привести к повышению температуры на 4 градуса, и что, например, конкретно для России может привести по меньшей мере к 700 тысячам избыточных смертей. Речь о 710 тысячах избыточных смертей в год. Это прогноз для России к 2030 году, если власти ничего не предпримут. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотры Ютюба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Спотифай. Подкасты «Радио Свобода». Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о так называемом климатическом иске в России и о том, почему российские власти ведут себя так, словно изменения климата их не касаются. И тут, мне кажется, важно все-таки разобраться в том, как эти причинно-следственные связи, о которых говорил Виталий Серветник, работают. Я попросила все-председателя экологической группы экозащиты Владимира Слевика объяснить буквально на пальцах, как и почему сжигание ископаемого топлива, нефти, угля приводит к тому, что где-нибудь в Оренбурге случается наводнение, а в Бурятии лесные пожары. Когда сжигается уголь или газ, или нефтепродукты, мы же видим глазами дым. Все эти вещества, все эти парниковые газы, вот мы видим, как они уходят вверх. И когда они поднимаются в атмосферу, и там скапливаются в определенной концентрации, они мешают Земле отдавать тепло. Если бы не была такая высокая концентрация частиц в атмосфере загрязняющих, то тепло бы уходило. Но так как не все тепло уходит от Земли, при поверхности, там, где мы живем, все начинает нагреваться. К чему это приводит? К тому, что, например, тают ледники, и повышается уровень моря. Это опасно для любых прибрежных зон. Там в России тоже иное количество городов, включая, например, Санкт-Петербург. Мы видим, что это не только прибрежные зоны, моря и океаны. Уже вот по наводнениям гигантским, которые в этом году мы видим, это может происходить и в глубине территории. Вследствие вот этого вот нагревания также происходят больше и больше с каждым годом катастрофических природных явлений. И это в том числе и сели в горных районах, это волны жары, это засухи, а где-то наоборот чрезмерные осадки и затопления и масса других последствий. Когда мы говорим о том, что атмосфера нагревается, мы имеем в виду среднегодовую температуру, мы не имеем в виду, что зимой раньше было минус 10, а теперь будет обязательно плюс 10. Не обязательно. Какой-то годной зимой может быть минус 10, следующей зимой минус 20, а после этой зимы может быть ноль. Смысл не в том, что обязательно везде и в каждый момент времени становится теплее, смысл в том, что климатическая система, и мы видим, это отражается на погоде, она приходит в хаос. Происходят, например, резкие скачки температуры за короткий период времени. Когда мы говорим, что все нагревается, мы имеем в виду, что замеры, которые производятся в течение всего года в разных точках Земли, показывают в среднем нам ту, 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 среднюю температуру. И мы видим сегодня, что уже многие годы подряд эта средняя температура растет. При этом, опять же, в Якутском селе может быть даже на пару градусов ниже, чем было раньше. Но где-то в другой части мира будет на 6 градусов больше, чем было раньше. И в среднем будет рост, а не снижение. Если, может быть, вы видели новости в этом году также о том, что очень много урожая пропало, потому что стало тепло, потом вдруг стали заморозки, еще какие-то наводнения тоже. Все это вместе дало снижение урожая. Как однажды президент Владимир Путин сказал, какое-то катастрофическое явление случилось природное. Он сказал, а, ну это раз в тысячелетие. Суть в том, что нет никакого раз в тысячелетие. Если это следствие изменения климата, тогда это будет из года в год еще ухудшаться. И вот к этому надо готовиться и пытаться придумывать разные механизмы адаптации, чтобы в будущем снизить ущерб. Но Владимир Путин на это, ну, грубо говоря, плевать глубоко. Его задача сейчас вообще побольше денег где-то взять и подольше войну вести в Украине. А побольше денег где взять? Побольше ископаемого топлива продать. Кстати, о войне. Климатический активист Аршак Макичан отмечает, что война, которую ведет Россия в Украине, вынудила, в том числе, и международное сообщество сосредоточиться на других проблемах, а не на проблеме климата. Россия начала войну. Война отодвинула вообще климатические действия на международном уровне на десятки лет назад. И сейчас страны, вместо того, чтобы вкладываться в решение реальных проблем, они решают проблемы и угрозы безопасности, которые создают российские режимы. Поэтому тут Россия не только не действует по изменению климата, не помогает нам бороться с этими проблемами и решать их, а она усугубляет все это. До войны мы каждую пятницу выходили на улицы, и вот у нас сейчас уменьшились инструменты, но мы продолжаем что-то делать, и всегда какие-то пути находятся. То есть, мы подали в суд, мы продолжаем высказываться в соцсетях. У нас уже были случаи, когда люди реально влияли на политическую ситуацию по экологической тематике в России, то есть, это было против протестов в Шиесте. Поскольку катастроф с каждым годом будет становиться все больше, нужно все больше нам высказываться и требовать этих изменений. И если нас будет становиться больше и будет общественное давление на государство на таком низовом уровне, то мы реально сможем добиться изменений. Тут непонятно, да, как с войной пойдет, и надеюсь, она закончится, да, и политическая ситуация изменится. Нам надо пытаться говорить и про то, что нам нужны политические изменения, что режим, собственно говоря, ничего не делал по теме климата все последние 25 лет. И нам нужно говорить про то, что они нас сильно подвели и вот пытаться добиваться того, что люди, которые не только начали войну, но и губят природу по всей России, они ушли. А дальше, и когда уже у нас будут рабочие институты и в России мы уже будем что-то делать. То есть программ по тому, что нужно делать, очень много. Были программы зеленого курса от НКО, которые сейчас признаны нежелательным. Переход на чистые возобновляемые источники энергии, отказ от субсидий ископаемого топлива, велосипедизация. Много простых действий, но это все невозможно, пока происходит полная изоляция России и военной экономики. Мне кажется, проблема в том, что молодежи никто не слушает. В России же у власти везде, не только президент, ну и без эдитизма, но, конечно же, у нас такая система, что во власти везде 70-летние старики, которых не интересуют, чтобы через 20 лет к власти приходят только те молодые люди, которые не представляют наши интересы, а которые просто делают то, что им скажут. Молодежь, у которых есть царая глава, никто не хочет слушать вот эту проблему. По словам Владимира Слевика, Россия единственная из крупных стран, кто не только не выполняет международные обязательства, связанные с предупреждением климатических изменений, но и принимает государственные документы, которые предусматривают рост выбросов парниковых газов. Россия – это белая ворона, которая входит, во-первых, в первую пятерку исторических загрязнителей, наряду с Китаем, США, с Евросоюзом, и которая не просто ничего не делает, а планирует увеличить выбросы парниковых газов. И если сегодня ничего не делать, то будущие поколения в любой стране жизнь их будет, мягко говоря, очень-очень несладкой. То, как мы живем сегодня, в смысле климата, погоды и так далее, будет казаться просто раем на земле через 50-60 лет. Президент Путин заявил, что Россия должна стать климатически нейтральной к 2060 году. Ровно такая же цель, кстати говоря, у Китая. Разница между двумя странами стоит в том, что если Китай делает, то у него есть реальные планы и уже реальные успехи, и есть четкий план, как он собирается вот этого достигнуть. В России таких планов нет. Эти планы нужны. Нам нужно смотреть, где что будет закрываться, что вместо этого новое строить. Закрывается какой-то разрез или шахта. Нужно думать не о том, а в какой другой разрез нам открыть, чтобы их туда просто послать. А надо думать о том, как построить солнечную или ветровую станцию там, где эти люди работают, и как их максимально быстро обучить, чтобы они могли работать. Кстати говоря, возобновляемая энергетика среди всех видов энергетики обеспечивает наибольшее количество рабочих мест. Просто вот нам с вами так не повезло, что у нас в стране диктатор, который хочет уголь, нефть и газ и плевать ему на всякие климаты. Ему это все не надо. Абсолютно ненормально, что в России никто не планирует переходить на возобновляемые источники энергии. Никто не планирует развивать возобновляемую энергетику до какого-то серьезного уровня. Если мы с вами просто не займемся подготовкой к тому, чтобы снизить катастрофический эффект от экстремальных погодных явлений, то чем дальше, тем больше все эти проявления изменения климата будут наносить огромный ущерб прежде всего экономике. Конечно, от этого будут страдать люди. Вот те самые обычные люди, которые ничего не понимают про изменение климата и думают, о чем? Плюс 2 градуса, отлично. Но вы верите вообще, что Владимир Путин может пересмотреть свое отношение к экологии, к энергии? Что должно произойти, чтобы он вдруг решил отказаться от нефти, угля, газа и перейти на поиски возобновляемых источников энергии? Ну, честно сказать, не знаю, что должно произойти. Да, сейчас выглядит так, что это не в интересах Владимира Путина, военно-промышленного комплекса, а также всех тех гигантских компаний, которые в руках друзей Владимира Путина. Понимаете, если бы мы всякий раз опускали руки, когда не видно вот прям завтра решение проблемы, то никаких проблем никогда бы не были решены. Надо просто продолжать работать и искать возможности, и однажды удача улыбнется. Говорил сопредседатель экологической группы экозащита Владимир Слевяк. Вы слушали подкаст «Человек имеет право», его вели я, Марьяна Тарачашникова, и я, Наталья Джампаладова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова